Народ, всем привет! Рад видеть вас на самом вкусном канале. И это я говорю не просто так. Сегодня мы будем готовить очень вкусную лапшу. Это будет гречневая лапша с курицей, с овощами и курицей. Как угодно так ее хотите, так и обзывайте. Часто она встречается в японских ресторанах. Но я думаю, что если вы попробуете приготовить по моему лица, то в принципе вы скажете, я больше не пойду никогда в ресторан. И с чего бы хотелось начать? Это будет очень простое блюдо. Оно готовится очень быстро. Для этого не особо нужны какие-то сверхспособности или сверхпродукты, которых вовсе нет или они очень дорогие. В общем, сейчас все сами увидите. Поехали! Для начала мы набираем судно. Немножко ее подсолим. Возьмем нашу гречневую лапшу. Солба, как угодно ее называйте. Она готовится очень быстро. Она тоже на минутки 3 максимум должна покипеть. Все. Это потолок. Тем временем, пока у нас нагревается ладо, слием все наши нужные продукты. Грибы, шампинирный, перец болгарский. Потом пикеская капуста. И наша кирюшка. Плюс нам понадобится сливочное масло. Так, и вроде бы все. Еще соус нам нужен будет. Вот все ингредиенты, которые нам нужны будут. Мы будем готовить из расчета на 2 порции. Поэтому количество... Не, хотя количество овощей у вас может быть разница. Поэтому это не принципиально вовсе. Вы всегда можете увеличить их количество, меньше. И, кстати, эту лапшу можно так же само приготовить просто. Ну, кто не ест мясо, то можно просто убрать отсюда мясо наше. И все те же самые овощи добавить. И будет так же само очень вкусно. Так, режем крупным наши грибочки. Вообще, это все нужно делать произвольно. То есть, не факт, что именно так нужно резать грибы. Как захотели, так и порезать. Нравится мелким кубиком, пожалуйста, мелким кубиком. Водичка закипела. Так, нашу овощу сюда загружаем. Следующим делом у нас идет лук. Счищаем курицу. Здесь не имеет значения. Как я уже ранее говорил, мы будем все делать крупным. Но касательно лука, будет очень тоненькая, тоненькая салонка. Вот насколько это возможно, резать настолько мелко и нарезать его. Ну, то есть, тоненько. Такого количества будет достаточно этой порции. Теперь перец. Перец у нас будет покрупнее. Чтобы вот это бы ощущалось. Кстати, смотрите, мини-лайфхак. Если у вас нож подзатупился, вот, ну, там, немножко, его можно всегда подвести нож об нож, то есть, об тортовую часть другого ножа. То есть, каждую из стола нужно вывести. И получим, как и получим. Такой фен. Теперь отмеряем количество лапши на две порции. Здесь две порции будет. Обязательно добавим масла для того, чтобы у нас они не слиплись. Водичка у нас соленая, как вы помните. Соколь по-бороче ставим, чтобы быстрее сварились. Переварить их можно. Поэтому следите всегда за ним. Я покажу, кстати, как их не переварить. Я подготавливаю наш чесночок. Для дальнейшего использования чеснок бросается в самом-самом конце. Кстати, почему чеснок с концерта состоится? Цележим и того, чтобы был именно тот вкус. Я знаю, многие такие, которые мне нравятся вкус готового чеснока. Уже после термообработки он такой становится. Не самый приятный, на нас приятный. То есть, запах не тот и вкус не тот. Это круто в итальянской кухне, там, когда мы пасту будем готовить. Вы в этом сами убедитесь. То есть, чеснок нужно нарезать мелко-мелко. Так, проверим нашу лапшу. Проверяю лапшу, будьте аккуратны. Она очень-очень горячая. И мы высматриваем саму середину. То есть, когда мы ее перерываем в любом участке, у нас есть беленькая прослойка такая. Вот она должна быть очень-очень тоненькая, как иголка. И лишь тогда это будет готовая лапша. Именно для дальнейшего использования в сковородке. Потому что двойная термообработка, она чуть-чуть обоспавливает именно термометром. Нужно уследить, чтобы она не полностью приготовилась у нас в самом деле. Чтобы ей подобраться. Так, тут мы попробуем проверять нашу лапшу. Так, тут мы еще добавили помидоры, потому что у нас получилась какая-то соус, который будет обладывать. То есть, вы видите, кто же реально костюмитер выделил. Вот получается. Пользуюсь нашим помидором, если мы. Помидоры, кстати, достаются в конце. В общем, когда будет сейчас разговаривать, то все это выделит. Так, у нас сковородка очень быстро разогревается. Мы режем мясо такими брусочками своими разными. Делаем его потолще, побольше. Курица, мы знаем, готовится очень быстро. Поэтому, чтобы она стала сочной, делаем такими брусочками. Жарить буряется на обычном растительном масле. Ничего себе, естественно. Солим, перчим. Солим, перчим. Пока он выжарится, мы... Я обычно просто шматриваю с рудными тусками капусту, именно лисе. Кочаны я не использую. Хотя кочаны тоже нужно использовать. Ну и просто кочаны пойдут на слово. Вот, и пришло время как раз добавить наши овощи. Еще для более лучшей прожарки я всегда добавляю сливочное масло. Небольшой кубик. За счет сливочного масла мы получаем именно вот эту золотистую корочку, которая так нам иногда очень даже необходима. Еще немножко подперчим. Кстати, кто желает, тот может добавить еще острого перца. Это тоже очень вкусно. Я, допустим, обожаю острый перец. Поэтому рекомендую. Смотрите, если вы видите, что суховато у вас, вот, как сейчас. Не стесняйтесь, добавить немного масла. И перемешать. Теперь добавляем в наши помидорчики для сока. Это то, что я раньше говорил, что помидоры очень даже необходимо добавить. Для этого я буду потом использовать нашу ложку. Дереганную тоже с этим. Чтоб немного рассолочить наши помидоры. У нас получится тогда тот необходимый. Теперь добавляем нашу лапшу. Только это много. Видите, я даже немножко больше сварил. И добавляем наш чесночок. Про который я говорил, что я в конце его только добавляю. Мелко-мелкорубый чеснок. Очень вкусно. И добавляем еще, добавляем, здесь посверху соевым соусом. Не забывайте учить, что соевый соус у нас очень здоровый. Так что, его с ним легко переборщили. Когда так. Получается, делаем порции из лапши сначала. И вот таким вот выкручиванием мы достигаем того, что мы собираем определенное количество лапши воедино. И потом нам будет проще намного ее наложить. И сверху вот таким вот образом я выкладываю овощи с мясом. Форму можно придавать абсолютно разную. Вот такую вот форму мы получили. Так, дорогие друзья, всем спасибо за просмотры. Всем приятного аппетита. Кто захотел себе такую же лапшу и пошел сделал, ставьте лайки, подписывайтесь, будет еще очень много вкусного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!